Сегодня в Ленинском федеральном районном суде Екатеринбурга судья Ирина Цибульская вынесла сверхгуманный приговор Ринату Ахметову, но понятно, что не украинскому олигарху, а 26-летнему екатеринбургскому самбисту и киднеперу, который 9 июля этого года корона-крысы на пару со своим подельником, 34-летним боксером Андреем Черепановым, похитили с новостройки атомстройкомплекса на углу Шейкмана Радищева 58-летнего Олега Сербиенко, который владел, да и до сих пор наверняка владеет участком земли и утлым домишком по соседству со свежевозведенным объектом АСК. Строительный гигант, конечно, хочет избавиться от этого бельма в виде полуразвалившейся хибары под стенами новенького многофункционального комплекса и даже 100 тысяч рублей за землю в центре бурга Олегу Сербиенко предлагал, но тот не уступил. Судебные тяжбы длятся уже не первое десятилетие. И вот 9 июля в 5.20 утра двое в масках, но не медицинские а балаклавных. Конкретно боксер Черепанов и самбист Ахметов вытащили Олега Сербиенко из его утлой лачуги, под видеозапись запхали в четырку, увезли в лес на Челябинском тракте, там поговорили с жертвой киднеппинга о спорном клочке земли, да и отпустили пешком домой. Вычислили злодеев по горячим следам. Черепанова у Боповсы хлопнули в его адресе на улице Черепанова, а Ахметову позвонили по мобиле и убедили добровольно явиться в областной УБОП, и Ренат не смог от этого предложения отказаться. Обоих киднепперов суд оставил под домашним арестом. 4 сентября ленинская судья Марина Тюкова выписала Андрею Черепанову меньше меньшего. Вообще, 126-я часть 2-я УК, групповое похищение человека по сговору, предполагает от 5 до 12 лет зоны. Судья дала Черепанову 3,5 года, да и то условно, с испытательным сроком 4 года. Такой гуманизм был, видимо, вызван тем, что Черепанов заключил сделку со следствием, покаялся и рассказал все, что знал об этом преступлении. Тогда СУСКР и ГУМВД в совместном комьюнике сообщили, что Андрей Черепанов пошел на сделку, потому его дело рассматривалось отдельно от Рената Ахметова. Сегодня те же самые силовики, опять-таки в совместном комьюнике, отчитались о приговоре Ахметову и в релизе не сказано, что тот тоже пошел на сделку, значит, он на нее не пошел. То есть судила его Ирина Цибульская, видимо, по всей строгости закона. И в итоге, по решению Ленинского суда, Ренат Ахметов получил 3 года и тоже, как Черепанов, условно, с испытательным сроком 3 года. Вот 4 сентября мы восхищались гуманизмом судьи Марины Тюковой. 3,5 условно при статейном минимуме 5 лет. Да здравствует наш суд, самый суд в мире. А сегодня мы респектуем судье Ирины Цибульской. 3 года условно, это при том, что гособвинение требовало для Ахметова 5 лет. Что, в общем, тоже минимум по статье и максимум по гуманизму. А злые языки все трендят, что, мол, где у нас в стране, что-то не то с правосудием. Ха-ха, статья до 12 лет, а люди получают 3,5 и 3 условно. Понятно, что пока приговор Ренату Ахметову в силу не вступил. У прокуратуры есть 10 суток его изучить и, если почувствуется мягкость, то и обжаловать во Дворце правосудия. Ну и на пассажок. Как всегда, репортаж об этом громком июльском преступлении мы завершаем вопросом. Имел ли атомстройкомплекс отношения к киднеппингу? В приговорах Черепанову и Ахметову об этом не словечко. В релизе СУСКР и ГУМВД сказано, что похищение Сербиенко было совершено, цитирую, «из иной личной заинтересованности». Конец цитаты. Там же в релизе сообщается о третьем фигуранте дела, который имеет отношение к киднеппингу и в отношении которого комитетчики продолжают расследование. И об этом третьем, но не лишнем, мы рассказывали 15 сентября. Речь идет об Андрее Галагане, владельце и директоре нескольких охранных компаний, которые на контрактной основе сотрудничают с Атомстройкомплексом, ну то есть охраняют его объекты. Каков на сегодня статус Галагана в этом деле о киднеппинге непонятно, но он гуляет на свободе. И это при том, что он признал, что да, причастен к похищению, по крайней мере один из киднепперов его подчиненный. То есть вообще-то Андрею Галагану теоретически ломится организация похищения человека, а он на воле. И сам он настаивает, что все это делал по своей личной инициативе. То есть если даже АСК и имеет хоть какое-то отношение, ну так, теоретически, мы скорее всего об этом не узнаем никогда. Вероятнее всего Галаган героически взвалит всю вину на себя. Интересно, а что это за такая иная личная заинтересованность?